Правила безопасной тренировки В начале тренировки всегда необходимо выполнять разминку. Так ты подготовишь мышцы к предстоящим нагрузкам. Отдых между тренировками одной и той же мышечной группы должен составлять не менее 48 часов. Это минимальное время, нужное для восстановления тканей. Не тренируйся в утомленном болезненном состоянии. Многие травмы возникают вследствие перетренированности. Осваивая новые упражнения, работай с минимальной нагрузкой. Пока не изучишь технику. Лучше это делать под руководством тренера. Полностью концентрируйся на выполнении упражнения. Контролируй поднятие веса. Также будь внимателен во время негативной фазы. При разгибаниях никогда не выключай суставы полностью. Не распрямляй полностью руки и ноги под отягощением. Это только перенесет всю нагрузку на суставы, что чревато травмой. Также избегай избыточного растягивания связок и сухожилий. Старайся удерживать мышцы кора в подобранном состоянии. Так ты стабилизируешь позвоночник и убережешь его от травм. Выполняя упражнение, держи отягощение ближе к телу. Избегай рывковых движений, соблюдая технику. Никогда не откидывай голову назад при выполнении упражнения. Не поднимай слишком высоко вверх и не опускай сильно вниз. Так ты рискуешь повредить очень хрупкие шейные позвонки. Работая в положении стоя, всегда принимай устойчивое положение и сохраняй равновесие. При работе сидя ступни должны полностью касаться пола, а согнутые в коленях ноги составлять прямой угол. Так ты стабилизируешь поясничный отдел своего позвоночника. Тренируя мышцы, ног ходи по залу между подходами, чтобы кровь циркулировала по сосудам. В положении сидя кровь застаивается, что может вызвать отек. Дыши правильно. Выдох всегда на усилии, а вдох на негативной фазе. Не следует надолго задерживать дыхание на усилии. Это может привести к головокружению, разрыву сосудов и потере сознания. Поддерживай водный баланс. Пей воду, даже если не чувствуешь жажды. Первые признаки обезвоживания трудно заметить. Работая с предельными весами, используй страховку. Убедись в исправности спортивного снаряжения. Используй замки на штанги и гантели. Надевай тяжелоатлетический ремень. При необходимости бинтуй запястье и используй перчатки. Твоя одежда должна быть не модной, а удобной. Не ограничивать движение. Особое внимание удели обуви. Никаких шлепанец и вьетнама. Обувь должна быть достаточно жесткой. На нескользкой подошве плотно шнуроваться. Идеальный вариант штангетки. После тренировки проводи заминку, растягивайся, делай массаж. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok